Сиди дома на 83 тысячи тенге будут штрафовать казахстанцев за нарушение карантина. Карантин не помеха. В Восточном Казахстане резко вырос спрос на аренду коттеджей и загородных домов для проведения тоев и торжеств. Жизнь дорожает. Продовольственные товары за год повысились в цене сразу на 11%. В гостях хорошо, дома лучше. Многие глобальные инвесторы будут фокусироваться на своих родных внутренних рынках. Означает ли это, что Казахстан останется без внешней финансовой подпитки, рассказал сегодня глава биржи АИКС Том Беннет. Доллар или евро в один клик. Онлайн-обменники в Казахстане приходят на смену традиционным пунктам обмена валют. На телеканале Томикен Бизнес. Главные новости. В студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Не носишь маску и не соблюдаешь санитарные нормы. Штраф. В Казахстане усиливают наказание за нарушение карантина. Как заявил вице-премьер Яралы Тукжанов, за несоблюдение ограничительных мер физическим лицам грозит взыскание в 30 МРП, а юридическим в 230. Отмечу, сегодня Госкомиссия приняла решение ввести с 5 июля двухнедельный локдаун. О том, какие объекты закроются, а какие продолжат свою работу, расскажет моя коллега Упан Бегалина. Она следила за онлайн-брифингом и сейчас готова поделиться с последними новостями. Упан, добрый вечер. Я знаю, что в стране ограничивают движение автобусов. Какие еще запреты вводятся? Добрый вечер, Галина. Насчет ограничения работы автобусов в Акимате решение еще не приняли и нас попросили подождать. В целом же запретов не так много, как мы ожидали. Можно смело сказать, что в этот раз усиление карантина очень лояльное, хотя большинство боялось весеннего сценария. Итак, с 5 числа в стране закрывают все салоны, парикмахерские, фитнес-центры, крытые рынки. Приостанавливают работу культурных и религиозных объектов, развлекательные центры, детские сады и лагери. Запрещается проведение массовых празднований и семейных мероприятий. По словам Тугжанова, после подпольных тоев, которыми грешат казахстанцы, минимум как 20 человек заражаются коронавирусом. К сожалению, среди них есть летальные случаи. Кроме того, отменяется пассажирское автобусное сообщение между регионами. Интересно, но на личном транспорте ездить в другие области можно. Никаких справок для выезда необходимости нет. Во-первых. Во-вторых, блокпосты устанавливаться между городами, между регионами не будут. По пассажирским перевозкам на поездах ограничения будут. Это сейчас, значит, КТЖ рассматривает четыре направления, по которым, возможно, будет направлено сокращение движения. Значит, требования для переезда с другого региона в другой регион. Необходимости сегодня, значит, справки по ЦРТ-сту нет. Открытыми остаются ционы, банки, автомойки и ремонтные мастерские. Что касается ТРЦ, то там будут работать только супермаркеты и аптеки. Как ты знаешь, Галина, сейчас в аптеках катастрофически не хватает лекарств. Граждане жалуются на отсутствие простого градусника. По словам главы Минздрава Алексея Цоя, все это происки мошенников. Чтобы исключить спекуляции, Акиматы вводят ограничения по продаже лекарств в одни руки. Цой отметил, что в аптеке отгрузили уже 700 тысяч упаковок парацетамола. И еще порядка 800 тысяч завезут в течение двух недель. Также идет и поставка необходимых антибиотиков. При этом главный доктор страны еще раз призвал казахстанцев не заниматься самолечением и не скупать лекарства без необходимости. В настоящий момент мы проверяем сведения о том, что у нас уже в интернет-сети начали эти препараты перепродаваться, спекулируются. И здесь у нас уполномоченные органы будут этим вопросом заниматься. У нас такого количества пациентов в городе, которые требуются парацетамол, на данный момент по заболеваемости нет. Соответственно, делается вывод о том, что данные препараты спекулятивно перекупаются и создается искусственный дефицит. Еще об одном дефиците, с которым сталкивается население, нехватка ПЦР-тестов. Алексей Цой еще раз напомнил, что в ближайшее время будет закуплено больше миллиона тестов. И отметил, всем сдавать этот анализ не нужно, только по показаниям, а именно тем, кто считается контактным и имеет симптомы ОРВИ и пневмонии. Теперь, чтобы проверить свои легкие, не обязательно делать компьютерную томографию. В критерии для госпитализации вошли и снимки рентгенов. Эти изменения уже включены в клинические протоколы. Сейчас узкое горлышко у нас в стране. Показания для госпитализации, одно из показаний является наличие поражений легких на компьютерной томографии. Цифровых рентген томографов у нас в разы, в десятки раз больше, чем компьютерных томографов. Поэтому доступность не только там в столице, но и в каждом районном центре. Такие аппараты стоят. Не обязательно проходить компьютерную томографию для того, чтобы лечь в стационаре, чтобы понять, болеете вы пневмонией или нет. Сейчас многих граждан волнует вопрос, будет ли государство выплачивать пособие в 42 500 тенге. Вице-министр Ерла Тукжанов пояснил, что для этого нет правовой основы, так как в Казахстане сняли чрезвычайный режим. При этом Тукжанов подчеркнул, что страна не может постоянно жить в режиме ЧП. Должна развиваться экономика, а граждане получить возможность зарабатывать. Галина остается надеяться, что двухнедельный локдаун улучшит эпид-ситуацию в стране. Отмечу, что в случае необходимости карантин могут ужесточить и продлить. И на этом у меня пока все. Галина, передаю тебе слово. Спасибо, Улпан. А мы продолжим выпуск. Тем временем в Восточном Казахстане резко вырос спрос на аренду коттеджей и загородных домов. Объявлениями о сдаче комфортабельных особняков для проведения торжеств и мероприятий пестрят социальные сети и мессенджеры. Введение ограничений для многих оказалось не поводом откладывать банкет. Правда, теперь до Старханы накрывают не в кафе и ресторанах, а на дачных коттеджах и в загородных особняках. Отметим, что это является нарушением и приводит к печальным последствиям. Так, во время очередного тоя в коттедже в семье коронавирусом заразилось сразу 35 человек. Впрочем, риэлторы уверяют, что зачастую загородные дома этим летом все же арендуют для проживания в самоизоляции. Этим летом в связи с карантином очень было много желающих снять дачу или дом в городе или загородом со всеми условиями. Это, ну, как бы, семьи для себя снимали. То есть, скажем так, вот спрос на такие дома повышенный сейчас. Около трех миллионов шприцев бесплатно получат жители Атыраум. С такой инициативой выступил завод Брандо. Компания выделила 2 миллиона 950 тысяч шприцев. 600 тысяч из них завод передаст областному управлению здравоохранения. Первая партия, а это полмиллиона шприцев, передана Акимом сельских округов и волонтерам. Задача властей передать медицинские изделия жителям своих поселков. В Шахтинском сельском округе насчитывается 13 тысяч местного населения. Сегодня мы получили 26 тысяч шприцев с запасом, чтобы хватило всем сельчанам. Будем раздавать населению в семейно-врачебной амбулатории. Добровольцы, в свою очередь, раздают горожанам шприцы в общественных местах, на остановках и в семейно-врачебных амбулаториях. Очень хорошо организовано, замечательно. Горло у меня болит, и я вот нашли еле-еле лекарства, и вот нужны были шприцы как раз. Ранее власти Атараусской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации обратились к предпринимателям с просьбой помочь в закупке медицинского оборудования. На призыв откликнулся не только крупный завод «Брандо», но и другие бизнесмены. В связи со сложившейся катастрофической ситуацией в стране, в такой трудный момент в своем действии, мы хотели бы призвать своих земляков, всех предпринимателей, чтобы откликнулись на помощь государству. Сейчас уже нет надобности обсуждать в комментариях, как и что. Сейчас надо действовать, каждый день на счету. И бизнес действует. Спонсорами был закуплен аппарат вентиляции легких для второй областной больницы АТРАУ. А на прошлой неделе еще два аппарата ИВЛ были подарены предпринимателями областной больницы, в которой развернут инфекционный стационар на 400 койко-мест. Между тем, в Казахстане установлено всего одно оборудование, которое уничтожает медицинские отходы без вреда окружающей среде. Об этом нашему телеканалу рассказал глава компании «Казэкотех» Владимир Андреев. Такая цифра является, мягко говоря, тревожной на фоне повышенного спроса на медицинские маски, перчатки и санитайзеры. Подробнее о том, как пандемия COVID-19 сказалась на экологии, сколько денег государство выделяет на переработку отходов и занимается ли оно утилизацией, как положено. Материали Айгуджа Маловой. Михаил Беляков – экоактивист, эко-блогер и эко-предприниматель из Алматы, который вступил на «Зеленую тропу» в 2017 году. Сегодня он автор проекта «Пакетом нет», миссия которого – уменьшить количество мусора в Казахстане путем полного отказа от него. Несмотря на всплеск позитивных новостей в СМИ и соцсетях о пользе пандемии для экологии в начале года, говорит вреда все же больше. Как для бизнесменов, занимающихся переработкой твердобытовых отходов, так и для обычных граждан. Да, производство на какое-то время остановилось, и выхлопов стало меньше, выбросов углекислого газа. Но экономика сейчас очень сильно пострадала во всех странах, и когда вот это все устаканится, страны будут вынуждены, компании, страны вынуждены будут наращивать темпы, чтобы не обанкротиться, чтобы выжить. И это первая плохая новость, потому что экология будет отодвинута на задний план. Во многих странах, где запускались процессы по отказу от одноразового пластика, они остановлены, и наоборот стали больше паковать в пластик, заворачивать еще больше каждую булочку, каждый фрукт. Тема влияния пандемии на экологию полна противоречий. Единого взгляда на этот вопрос нет даже среди международных компаний. К примеру, ВОЗ рекомендует менять медицинские маски каждые два часа, что, несомненно, защищает здоровье людей, но способствует еще более активному потреблению пластика. А с другой стороны, родственная организация ПРООН, которая пытается найти спонсоров и решить те самые проблемы окружающей среды. Обещают до конца июля установить в медучреждениях Казахстана специальное оборудование для переработки средств индивидуальной защиты медиков и докторов. Мы закупим автоклавы большие, самые мощные. Это как, знаете, стиральная машина, но для тайной утилизации медицинских отходов. Их в Казахстане пока не производят, к сожалению, как и многое другое. Поэтому мы их закупаем в Европе через представителей в Казахстане, казахстанские компании известные. Там доставка самая крайняя будет две недели, то есть буквально две-три недели. Мы их поставим в первую больницу в Нур-Султане. Клаф, он примерно 100 тысяч долларов стоит. И надеемся, что в рамках второго этапа запуска национальной программы медотхода с Минздравом, с АБР, мы сможем определить заполнительное финансирование и покрыть еще и другие города. ПРООН, к слову, считает, что в сухом остатке и без учета экономической ситуации пользы от пандемии для экологии было больше. Мол, самое главное, люди впервые всерьез задумались о том, что в жизни важно, а значит, начнут беречь. Глядя на использованные резиновые перчатки и медицинские маски повсюду, включая общественные места и водоемы, верится в это с трудом. Но если в Европе есть специальные водолазы, кто за медотходами ныряет в воду, то в Казахстане люди не доносят эти средства даже в общую урну. Значит, мы находимся на территории участка по термическому обезвреживанию опасных отходов. Владимир – глава частной компании, которая занимается правильной переработкой особо опасных отходов. Это энергосберегающие лампы, ртуть, содержащие приборы и многое другое. С приходом пандемии столичный Акимат привлек его фирму к переработке и медотходов. Сегодня по городу расставлены 150 специальных баков, а по мере наполнения их везут сюда. На видео Владимир с гордостью демонстрирует свой цех, где груда перчаток, медицинских масок и бутылочек из подсанитайзеров превращается в жидкость без выделения в воздух СО2. Данная установка, при которой обезвреживается, она полностью автоматизирована. Имеется система очистки отходящих газов и система онлайн-мониторинга состава отходящих газов. То есть на сегодняшний день данное оборудование, по сути, можно сказать, уникальное и имеется в одном экземпляре в Казахстане, в столице. Другими словами, медицинские маски и перчатки, которые сегодня везде и повсюду отнесены к классу Б, то есть опасным и особо опасным отходам. Это значит, что они не подлежат даже сортировке и должны быть полностью обезврежены, говорит Владимир. Если учесть, что в стране всего одно оборудование, которое соответствует стандартам ВОЗ, то можно предположить, что в других регионах медотходы попросту сжигают в обычных печах. При этом не секрет, что на так называемую утилизацию ежегодно выделяются деньги из государственного бюджета. Правда, точную сумму выяснить не удалось. В Минэкологии нас направили в Минздрав, тогда как официальный запрос Министерства финансов и вовсе осталось без внимания. Айгуль Жамалова, Азиза Тиев, Атамикен Бизнес. В холдинге Казагра отсутствуют неиспользуемые деньги. Возвращать в счет республиканского бюджета тоже ничего не нужно. Об этом телеканал Атамикен Бизнес сообщили в самом акционерном обществе. Журналисты нашей редакции отправили запрос руководству Казагра с просьбой пояснить этот вопрос, так как в мае этого года депутаты громко раскритиковали нацкомпанию за то, что на ее инвестиционном счете 5 лет находились почти 2 миллиарда, так и неосвоенных тенге. Жанна Алпызбаева подробнее. Судьбой неосвоенных холдингом денег в мае этого года поинтересовался мажоресмен Звольский. Он напомнил, что с апреля 2016 года на контрольных счетах наличности Казагра находились 1,8 миллиарда тенге. Речь идет о казахстанско-венгерском фонде прямых инвестиций. Вопрос об их использовании депутатами был поднят не раз. Как я узнал вчера, буквально две недели назад, вы вернули эти средства в республиканский бюджет. Но эти деньги пролежали 5 лет без движения. Хотя еще в 2017 году в рамках обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, тогдашний министр сельского хозяйства Мурзахметов ответственно заявил, что три проекта уже одобрены и имеют высокую степень готовности к реализации и к финансированию. Однако через год уже другой министр сельского хозяйства Шукеев, отвечая на мой вопрос в этом же зале, сказал буквально следующее, цитирую стенограммы, мы сейчас будем пересматривать правила, либо изменим целевое направление этих средств. Только тогда можно использовать средства этого фонда. С того отчета министра Шукеева прошло уже почти два года. Ответит ли новый министр персонально за замороженные бюджетные средства, вопрошал депутат. По ответственности, вы сами сказали, что там два министра до этого работали, и те люди, которые принимали решение по данному вопросу, в настоящее время министерство сельского хозяйства уже не работает. Повысили. Вот вы-то сейчас очень поничено в ничью ответили, Сапархан Кисипович, пять лет лежали замороженные в силу отсутствия нормативных правовых актов. Почти два миллиарда тенге – сумма немаленькая, а потому и журналисты от Амикен Бизнес задались вопросом, почему эти деньги так и не были освоены. В официальном ответе нашему телеканалу заявили – причина в технических сбоях. При осуществлении платежей путем инвестиций, методом долевого участия, документы, указанные в правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания, от 4 декабря 2014 года за номером 540 неприменимы. В итоге 1,8 миллиарда тенге по заявлению руководства Казагра 22 мая были переведены на счет Министерства финансов Республики. Стоит отметить, что и венгерский экспортно-импортный банк тоже когда-то выделял такую сумму в виде инвестиций Казахстану. Однако о возврате этих денег пока речи нет. Сейчас холдинг Казагра перешел на открытый формат работы и дал отчет своей деятельности за первый квартал. Согласно документам, чистая прибыль за январь-март составила 8,6 миллиардов тенге. Хотя помнится, что в аналогичном периоде прошлого года почти такими же были убытки компании. Жанна Алпызбаева, Кролай Пионер, Атамикен Бизнес. Тем временем новый фонд развития промышленности будет финансироваться за счет республиканского бюджета и денег, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей. В проекте постановления правительства говорится, что фонд будет создан на базе БРК Лизинг. Его виды деятельности расширят, в него включат кредитование юрлиц, включая финансирование организаций, осуществляющих лизинговую деятельность. Механизм финансовой поддержки промышленности в рамках деятельности фонда намерен утвердить Кабмин. А вот директор департамента Центральной Азии МВФ Джихад Азур на форуме «Астана Finance Days» считает, что финансовый сектор Казахстана нуждается в ужесточении регулирования. Это поможет сократить дефицит доходной части бюджета, который в этом году уже прогнозируется на уровне 6 миллиардов долларов. Также в приоритете у правительства республики должны оставаться улучшения бизнес-климата и сохранение социальной защиты, считает эксперт. Конечно, казахстанская экономика тоже сильно пострадала от ковида-19 и от спада цен на нефть. Все-таки Казахстан богат природными ресурсами, но благодаря подушкам безопасности, накопленным резервом, буфером, были предприняты срочные меры и была возможность использовать инструменты в области политики для регулирования ситуации и снижения давления на уровне макроэкономики. Был использован валютный курс для того, чтобы сохранить стабильность экономики. Мы поддерживаем власти, чтобы усилить их рамочную политику, прежде всего в таргетировании, в укреплении надзора за финансовым сектором, для того, чтобы получать дополнительные доходы в бюджет. Напомним, в Казахстане в этом году планировали открыть центр технической поддержки МВФ в Алматы, однако из-за пандемии его запуск перенесли на 2021 год. Отметим, что ранее аналитики, опрошенные порталом «Инбизнес Киезет», оценивали эту инициативу МВФ как вспомогательный фактор для Казахстана в привлечении международных инвестиций. Экономика Казахстана будет получать меньше инвестиций. Дело вовсе не в стране и ее правительстве, а в пандемии. Наблюдается новая тенденция, когда деньгам иностранных инвесторов лучше остаться дома. Таким мнением в рамках форума «Астана Finance Days» поделился глава биржи МФЦА Тимоти Беннет. А по данным Национального банка, приток иностранного капитала в отечественную экономику с начала года снизился уже почти на 17%. Тему продолжит Диана Токенова. Основные факторы, которые обеспечивают Казахстану инвестиционную привлекательность, например, геополитическое положение, остаются неизменными. Они продолжат усиливать интерес со стороны иностранных инвесторов. Но наступает новое время, постковидное. И здесь без диверсификации отечественной экономики не обойтись, считают эксперты. Тем более, что мировые тенденции ведут к тому, что из фондов капитала развивающихся рынков только за последние три месяца выведены уже 34 миллиарда долларов. Это означает, что многие глобальные инвесторы будут фокусироваться на своих родных внутренних рынках, особенно в развитых экономиках. Почему? Потому что есть сильная поддержка центральных банков для этих рынков. Соответственно, им будет комфортно проводить инвестиции дома. На развивающихся рынках, таких как Казахстан, мы ожидаем увидеть гораздо меньше интереса инвесторов и доступного капитала, стоимость которого для бизнеса станет выше. В свою очередь, в правительстве Казахстана продолжают надеяться привлечь как можно больше денег в экономику. Премьер-министр Аскар Мамин довольно часто высказывается, что инвестиции – это основной драйвер нашего развития. Наша задача в кратчайшие сроки – восстановить докризисные темпы развития экономики. Этому должны способствовать все предпринятые нами срочные меры по поддержке экономики и реализации комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца текущего года. В нынешних условиях необходимо рационально и эффективно расходовать бюджетные средства. Каждый тенге должен работать на экономику. Но, увы, приток инвестиций демонстрирует обратное. По данным Нацбанка, иностранные компании вложили в экономику Казахстана уже на полмиллиарда меньше. И это только по итогам первого квартала. А вот на фондовом рынке Казахстана ситуация выглядит иначе. К акции «Казатампрома», который накануне привлек свыше 200 миллионов долларов, продолжают пользоваться спросом. Сохраняет высокий интерес и приватизация крупнейших национальных компаний, которые накануне отложили на неопределенный срок. Даже не встает вопрос разочарования про приватизацию. Это был бы абсурд. Я думаю, люди бы не смотрели серьезно на Казахстан, если бы сейчас выходили объявления, что мы будем приватизировать. Окей, Ростану в этом году или Казмонагаз. Я думаю, это только правильно. Как бы нам всем бы не хотелось, чтобы эти приватизации побыстрее прошли, как бы не была бы большая выгода и для Казахстана, и для МФЦА от этого. Но это реальная ситуация. Но пока эксперты прогнозируют рецессию, как в Казахстане, так и в мире в ближайшие 1-2 года. Аналитики в один голос утверждают, что сельское хозяйство, например, является перспективной для инвестиций отраслью. По их словам, хороший рост демонстрирует золото, а возобновляемые источники энергии являются удачным вложением в долгосрочной перспективе. Нефть и газ, которыми славится Казахстан уже не один десяток лет, к сожалению, а может и к счастью, уходит на второй план. По итогам июня годовая инфляция в Казахстане составила 7%. Продовольственные товары за год подорожали на 11%, непродовольственные более чем на 5%, а услуги на 3%. Об этом сообщает комитет по статистике. Так прибавили в цене хлебобулочные изделия, крупы, мясо, рыба и морепродукты, а также молочные продукты, яйца, кондитерские изделия и фрукты. Так, например, средняя цена на конину составила 2200 тенге за килограмм. В прошлом году стоимость составляла 1855 тенге. Тем временем подешевели сахар и свежие овощи. Год назад цена 1 кг сахара песка составляла 240 тенге, а в этом году 208 тенге. Между тем, цены на социально значимые продукты во время карантина в Алматы не поднимутся. Об этом сообщил руководитель отдела управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Дамир Тазабек. По его словам, на сегодня зафиксированы цены на 13 видов продукции, в числе которых овощи, мука, масло, сахар и крупы. Так, стоимость всех социально значимых товаров не должна измениться до конца года. Для сдерживания цен Акиматом города предусмотрено льготное финансирование предприятий. В этом году на эти цели выделено 5 миллиардов тенге, которые будут распределены еще на два ближайших года. На сегодня этой мерой воспользовались три крупных предприятия, а еще с десяти компаниями ведутся переговоры. Нами сейчас ведется подготовка на сезон 2020-2021, где с ноября по мае месяц у нас будет заложена определенная продукция, которая будет по цене ниже рыночной. И данная продукция будет направлена именно на стабилизацию цен. Кроме того, нами ведутся работы по нефинансовым мерам поддержки. Это когда мы с производителями приходим к соглашению о фиксации их цен, а также прямые поставки с регионов овощей и мясной продукции по фиксированным ценам. Для того, чтобы отследить недобросовестных реализаторов продуктов питания и необоснованного завышения цен, в городе работают мобильные группы. За время ЧП они выявили 168 нарушителей, которых привлекли к административной ответственности. В продолжение продуктовой тематики еще одна новость. В Казахстане вводятся 5 национальных стандартов в области халал-продукции. По сообщению Минторговли, при производстве такой продукции разрешено использовать только сырье и компоненты, полученные по соответствующей технологии. А места забоя должны быть предназначены только для халяльных животных и птиц. В документе установили и процедуру подтверждения халал-продукции. Это сертификат соответствия, который зарегистрирован в реестре. Свою визу в таких документах будут ставить только аккредитованные органы. Впрочем, стандарт устанавливает также требования к форме, размеру и технические требования к национальному знаку соответствия производства халал-продукции, а также порядок маркирования. Казахстанский фонд гарантирования депозитов снижает максимальные ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на август. Так, верхний предел вознаграждения по вкладам установлен на уровне 14,5%. В фонде сообщили, что корректировка направлена на сохранение финансовой устойчивости банков. Также мера позволит не допустить чрезмерного завышения базовой ставки и увеличения процентных расходов. В августе максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12,24 месяца составят от 12,5% до 14,5%. Рекомендуемые годовые ставки по срочным вкладам останутся на прежнем уровне 11,1%. А по долгосрочным вкладам снизятся до 9,5%. Операции по обмену валют в Казахстане все чаще стали проводиться онлайн. Тенденция настолько устойчивая, что некоторые традиционные обменники вынуждены закрываться. По данным агентства, Рэнкинг КИЗ к концу мая этого года число обменных пунктов в стране сократилось более чем на 5%. Основной причиной сокращения числа обменных пунктов стало увеличение разного вида финансовых операций в онлайн формате. Однако сами участники рынка пока не спешат хоронить наличный обмен денег. Говорить о том, что полностью рынок наличного обмена иностранной валюты исчезнет, либо сократится там прям настолько значительно, говорить об этом еще рано. Естественно, с вводом цифровых денег, с вводом безналичных оплат и так далее, с переходом на карточки, на карточное обслуживание, естественно, какая-то часть и уйдет в цифровую валюту, в цифровой обмен иностранной валюты. Но пока мы будем иметь дело с наличными деньгами и говорить о том, что он исчезнет, пока рано. И напоследок, к рядам 14 тысяч казахстанцев, победивших коронавирус, сегодня присоединился и Нурсултан Назарбаев. Пресс-секретарь первого президента Айду Сукибай сообщил в своем твиттер об отрицательном результате теста на COVID-19 у Ельбасы. Но согласно рекомендациям медиков, Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. Напомним, что о положительном тестировании на коронавирус у Ельбасы стало известно ровно две недели назад. 6 июля первому президенту исполняется 80 лет. Между тем, о победе над коронавирусом, но уже в страновом масштабе, заявил президент Беларуси. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время вручения госнаград. По его словам, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии. На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы. Хотя уже сегодня, можно сказать, мы победили. И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Атомкин Бизнес и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова